Добрый день, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает сегодня мастер-класс по рисованию гуашью. Для этого нам потребуется всего три цвета, белый, синий и зеленый, водичка, листочка пятого формата, салфеточки, кисточки и водичка. Начнем мы с того, что нарисуем луну. Для этого мы возьмем кисточку побольше, широкую. У нас есть белая гуашь. Возьмем ее и нарисуем круг белым цветом. Затем от луны мы будем добавлять свечение при помощи синего цвета. Возьмем синий, немножечко смешаем его с белым и прорисуем вокруг луны. Затем цвет у нас должен становиться все темнее и темнее. Отмечу примерно границу неба и все остальное пространство закрашиваем синим цветом. Стараемся по бокам сделать более темный цвет. Затемняем. Теперь мы кисточку вымываем по-хорошему и сейчас пройдемся по местам стыков. Кисточка без краски, только с водичкой. Сделаем более плавными переходы. И белым цветом вернем в луну, если потерялась форма. Кисточка без краски. И белыми цветом вернем в классике. Так, теперь мы перейдем к снегу, для этого мы возьмем белый цвет, он может быть немножечко синим и прорисуем нижнюю часть листа, которая у нас осталась не закрашена. Угу, дорисовали фон. Дальше мы перейдем к тому, что нарисуем ёлочки. Для того, чтобы нам нарисовать ёлки, потребуется тёмный цвет. Мы смешаем синий и зелёный вместе. Получается у нас такой тёмный цвет. Можно взять кисточку потоньше, можно взять такую как у меня, как вам удобнее будет рисовать, убирайте. И сейчас мы с вами наметим ёлочки. Их будет три, они будут все разного размера и будут располагаться, можно сказать, что в шахматном порядке. Первая будет повыше, побольше. Можно отметить примерно где она будет располагаться. и вот такими вот отрывистыми движениями нарисуем нашу ёлочку. Здесь можно немножко промешаться белый цвет, ничего страшного. Так, это у нас будет первая ёлочка, да, немножечко они расширяются к низу. Дальше вторая ёлка будет у нас располагаться с другой стороны. Цвет возвращаем, если потерялся, то есть она будет где-то вот здесь располагаться, да, точно такими же движениями. Так. Угу. И вторая ёлочка у нас будет стоять вдалеке, она будет совсем маленького размера. Пока ёлочки подсыхают, мы потом вернём цвет, если он потерялся, да, мы займёмся тенями под нашими ёлочками, тени, которые будут у нас формироваться, да, от цвета луны. Значит, для этого мы возьмём кисточку потоньше и возьмём голубой цвет, да, опять же, намешаем его бело-синим, или возьмите, если он у вас остался, да, уже намешан. И сейчас мы под нашими ёлочками нарисуем такие протяжные тени. Они должны быть очень ровными. под маленькой тоже самое и под этой ёлочкой тоже нарисуем. А всё остальное пространство мы сделаем более белым. то есть, если белый цвет у нас, который был в начале, да, потерялся и чтобы был больше контраст, мы добавим этого белого цвета между ёлочками, да, там подсветим, здесь, да, пройдёмся этим белым цветом и засветим пространство между ёлочками. Таким. 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 и под синими ёлочками можно сделать свет чуть темнее, да, добавить больше синего. здесь тоже самое. Так. Дальше мы перейдём к тому, что подсветим немножечко нашу ёлочку с одной стороны, да, если цвет у вас сильно белый остался, да, затемняем. Так. И теперь мы возьмём кисточку, да, которые до этого рисовали зелёным и намешаем зелёным с небольшим количеством белого. Так. И подсветим ту часть нашей ёлочки, которая ближе к Луне, да, на которую падает свет Луны. Это будет вот с этой стороны. Мы несколько подсветим, да, её иголочки вот с этой стороны. В маленькой ёлочке тоже это будет вот эта сторона. А здесь слева. Да, немножко как будто бы наметили ту сторону, которая у нас будет засвечена. И следующим шагом мы с вами будем накладывать снег на нашу ёлочку. Для этого нам, опять же, потребуется два цвета. Это будет, опять же, голубой цвет. Это будет теневой цвет и синий с белым, да, какой у вас есть. И второй слой у нас будет уже чисто белый. Значит, можно взять кисточку, да, широкую, можно взять щетинистую кисточку, можно взять губку, да, как вам будет удобнее. Значит, первый цвет, который мы берём, это вот должен быть такой голубоватый, да. Сейчас мы его намешаем ещё раз из того, что у вас было. И сейчас, да, по росту иголочек мы вот такими вот, да, движениями и оставляем, как бы, отпечатки, да, этой кисточкой. На нашу ёлочку укрываем снегом. Вот тут немножечко, и вот здесь тоже. Так, затем возьмём белый и пройдёмся ещё белым цветом. Белый цвет больше должен быть, да, по той стороне, на которую у нас попадает цвет луны. То есть это в большей степени должна быть здесь левая, да, сторона, здесь правая сторона, а на этой ёлке это левая сторона. Так. Так. Останавливаем макуринку. Так. Продолжение следует... Если вдруг что-то потерялось, да, какие-то иголочки, хочется посильнее их выделить, да, можно это все вернуть при помощи, опять же, того очень любого цвета, который мы использовали, да. Так, сейчас возьмем, например, кисточку потоньше, да, у нас был вот тут зеленый цвет, да, и где-то тут можно подрисовать, да, как будто бы иголочки, которые потерялись, да, темнота, если какая-то пропала, все это можно вернуть. Так. 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 И можно еще сверху добавить еще белый цвет, да, как дополнение, чтобы цвет был совершенно белый, да, снег светился при свете луны, да, еще тут где-то белый добавить точечно. Так. 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 Сейчас еще внизу немножечко поаккуратнее мы сделаем эти переходы. конечно. Так. 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 и добавим еще набросок на наш рисунок мы возьмем кисточку можно взять побольше белый цвет с водичкой так и делаем снег на наш рисунок тогда можно чуть-чуть еще подберите зону она была еще ярче еще ярче еще ярче вот там ну и в целом наша работа готова спасибо большое за внимание надеюсь у вас тоже все получится ясно ясно д Hatten не зелень а ясно не зелень а ясно не зелень и а